Дорогие коллеги, доброе утро! Московское время 10 часов 2 минуты, а это значит, что мы можем с вами начинать нашу конференцию. Начну с небольшого технического напоминания для наших русскоязычных участников. Коллеги, те из вас, кто принимает участие в повышении квалификации, зарегистрироваться можно прямо на сайте. В программе есть гиперссылка, по которой вы перейдете и сможете зарегистрироваться. Традиционно любая конференция начинается со слов приветствия участников в том ВУЗе, который его проводит. Вы видите, что в этом году условия проведения нашей конференции изменились, но, тем не менее, позвольте от имени руководства Университетом Гемомед России и от всей нашей большой команды, которая готовила конференцию, поприветствовать вас в стенах нашего университета, пусть в стенах и виртуальных, и объявить конференцию магии, но лингвистика и лингводидактика в меняющейся системе координат открытой. Традиционно после этих слов следует, конечно же, аплодисменты участников. Сейчас этого нет, и нам этого очень не хватает. Не хватает обратной связи, не хватает новых знакомств, общения с теми коллегами, которые неоднократно к нам уже приезжали, а таких среди наших участников на самом деле немало. И вообще, должен сказать, что конференция получилась очень представительной. Когда мы поняли, что нам придется проводить конференцию онлайн, мы задумались, а стоит ли вообще ее организовывать. Ведь устали мы с вами все сильно за последний год существования в онлайн. И даже за полторы недели до окончания регистрации я делился своими опасениями с коллегами по оргкомитету, что, скорее всего, в этом году мы ужмемся до размеров очень хорошего, но всего лишь семинара междисциплинарного. Однако опасения оказались напрасными. Мы сейчас с вами увидим на слайде, сколько участников зарегистрировалось. Подавали заявку почти 400 человек. Из этих заявок мы отобрали значительно меньшее количество. Вы видите, что у нас всего 190 секционных докладов, всего участников 330, они представляют 26 различных стран. Вы видите, что, несмотря на формат проведения в дистанции, мы попытались каким-то образом компенсировать отсутствие общения и предусмотрели разные форматы общения и работы в рамках нашей конференции. С одной стороны, такое большое количество участников – это предмет нашей гордости. Несмотря на то, что мы проводим конференцию уже не первый год, она по-прежнему вызывает интерес. С другой стороны, мы понимаем, что мы представляем с вами разные вузы, разные регионы. У нас у всех с вами абсолютно разный опыт использования дистанционных технологий. Поэтому, как пойдет сейчас дискуссия в дистанционном формате, предсказать, наверное, трудно. Сразу оговорюсь, что работу нашей конференции сопровождает техническая группа квалифицированных специалистов, поэтому, я думаю, они сделают все, чтобы помочь нам провести наши дискуссии эффективно. Хотя, по правде сказать, зная нашего брата-преподавателя, я абсолютно уверен, что уж кто-кто, а мы-то с вами обязательно найдем какую-нибудь не ту ссылку, перейдя по которой безвозвратно потеряемся, или нажмем на какую-нибудь кнопочку во время своей презентации, из-за чего у половины квартала отключится свет. К чему я это все говорю? Накладки какие-то технические, конечно же, наверное, неизбежны. Прошу к этому относиться с пониманием, с терпением и с определенным юмором. К тому же, любой опыт подобного рода дистанционных дискуссий сейчас крайне полезен для нас с вами в этих новых условиях. Я думаю, стало уже расхожим местом утверждение, что дистанционные технологии больше не отойдут на второй план, как это было раньше. Они с нами надолго, не говоря уже о тех последствиях использования дистанционных технологий в образовании, которые мы с вами все ощущаем. Поэтому, как мне представляется, наша с вами задача заключается не только в том, чтобы научиться сосуществовать с этими дистанционными технологиями, но и научиться их обуздывать, направлять в то русло, которое нам с вами нужно. А для этого, конечно же, нужно понимать не только суть дистанционных технологий, нам нужно понимать, что мы от них хотим, каких целей мы хотим добиться, как этого делать, как предотвращать какие-то отрицательные последствия возможные. Я далек от мысли, что все зависит от нас с вами. Понятно, что существование в этом дистанционном режиме достаточно сложная история. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что какой лимонад получится на выходе из того лимона, который нам в очередной раз подкинула жизнь, во многом зависит и от нас. И как достигать наших целей, как быть, как пользоваться всякими нашими технологиями. И думаю, неоднократно будет обсуждаться в рамках сегодняшних обсуждений, обсуждений сегодня и завтра на секциях. Традиционно наши секционные обсуждения, научные обсуждения предваряются приветствием руководства нашего университета. Поэтому и сейчас мне хотелось бы предоставить слово для приветствия ректору Университета МГИМО, Академику Российской Академии Наук Анатолию Васильевичу Туркунову. Дорогие коллеги, участники конференции, гости конференции, я прежде всего хотел вас сердечно поприветствовать. Сегодня МГИМО в пятый раз открывает свои двери для участников Международной конференции «Магия ИНО». ИНО, конечно, сегодняшний день вносит свои коррективы. Мы проводим нашу конференцию в режиме онлайн. Но я абсолютно уверен, что это не помешает нам провести интересные дискуссии содержательные и выработать рекомендации для самих же себя, да и для других тоже. Ну и вместе с тем вообще пообщаться, потому что общение это та драгоценность, которая у нас ни пандемия, ни что другое не отнимет. Тем более, что теперь появились такие уникальные средства, которые мы с вами раньше не обладали. И именно использованием этих средств, использованием новых инструментов мы хотели посвятить эту конференцию. Естественно, что язык, языковое образование в нынешних условиях выглядит несколько иначе. Ну, прежде всего, конечно, язык, да и образование, да и язык, собственно, тоже. Поскольку дистанционное обучение, которое еще вчера находилось на периферии образовательной среды, внезапно стало ключевым концептом, инструментом образовательного процесса и, в общем-то, для всех для нас глобальным вызовом и нашей новой реальности. Поэтому переход на дистанцию стал хорошей проверкой на прочность для всей системы образования в глобальном масштабе. Я с удовлетворением могу констатировать, что мы в ГИМО, откровенно говоря, даже неожиданно для меня, сумели очень быстро приспособиться к новой среде, к новым условиям. И практически без потери единого дня, ну, один день у нас был только на перестройку отведен, когда мы не вели регулярных занятий. Мы перешли к регулярным занятиям, в том числе к регулярным занятиям по 52 иностранным языкам в режиме реального времени. И должен отдать должное нашим профессорам, преподавателям, преподавателям языков, которые несколько часов в день проводили у экрана компьютера, работая в самом тесном контакте с небольшими группами студентов. То есть, значит, контакт носил исключительно интенсивный характер и выдержали эту нагрузку. Горжусь нашими преподавателями и низкий им поклон за это. Но, что я хотел очень подчеркнуть, это то, что преподаватели, даже наши преподаватели, которые раньше, в общем, не сталкивались с инструментами дистанционного обучения, понимая необходимость этого, очень быстро обучились работе в дистанте, обучились использовать самые разные возможности, которые предоставил дистант для преподавания языков. И, в общем, грех было бы даже отказываться от того бесценного опыта, который мы сумели наработать за эти месяцы дистанта. Ну, кстати говоря, и сегодня еще часть занятий у нас проходит в дистанте, хотя студенты, к счастью, вернулись уже в стены университета, но, тем не менее, практически на каждом курсе есть один, а в некоторых случаях и два дистантных дня. В том числе и занятия иностранными языками в дистанте. Ясно, что мы с вами являемся свидетелями очень серьезных, глубоких изменений в стиле образования, в индустрии образования. Она меняется, и думаю, что вряд ли эти изменения обратимы, даже когда мы, даст Бог, выйдем все из пандемии. Прежде всего, конечно, хотел бы отметить то обстоятельство, что происходит глобализация образования и рынка труда. Очень быстро устаревают навыки, знания, компетенции, увеличивается количество технологий, которые использует искусственный интеллект. Растет спрос на индивидуализацию образовательных услуг, усиливается конкуренция между ведущими вузами. Причем теперь уже эта конкуренция идет не только в национальных рамках, но это международная конкуренция. Ну и, наконец, конечно, растет значение онлайн-коммуникации. Например, социальных сетей, нетворкинга, особенно среди молодежи. И отражая все эти реалии, мы понимаем, что быстро очень меняется наш язык. В целом, как средство общения и способ существования человека, меняются конкретные языки. Нам не только необходимо отслеживать эти изменения, но и описывать, фиксировать их. Параллельно нужно учиться мы этому и студентов. При этом те, кто приходят сегодня в вуз, во многом уже отличаются от вузников школ, даже от 5-6-летней давности. Ну, по-разному называют этих ребят поколением Z, поколением Google. Но ясно уже, что они приходят в вуз, когда компьютер или iPad или телефон – это уже продолжение их руки. Поскольку они практически не расстаются. Как мы с вами прекрасно знаем, когда бываем в общественных местах или идем с детьми в гости, знаем, что дети вместо общения часто общаются с телефоном или с iPad. Что печально, конечно, но надо признать, что это реальность. Поэтому мы, работая в том числе над новыми средствами, инструментами, преподаванием, изучением языка, должны понимать, что мы работаем уже с новым поколением. И это тоже необратимое явление. Должен сказать, что наши преподаватели в основном, я думаю, и в других университетах тоже, это ощущают остро. Именно поэтому за короткий период появилось так много новых курсов, записанных и на Курсере, и на Степике, и на других платформах, которые дают возможность студентам, помимо работы онлайн, в прямом эфире, как говорится, с преподавателями, еще получать и дополнительные знания, приобретать новые возможности и обретать новые компетенции. Кстати говоря, я сторонник того, чтобы внимательно изучать то, что имеется на платформах других университетов, и российских, и зарубежных, и британских в частности. Я с удовольствием видел, что среди участников немало представителей британских и европейских университетов. Использовать эти платформы в том числе как дополнительные инструменты, дополнительные ресурсы изучения студентами и языков, и в целом их профессионализации, подготовки к будущей жизни. Потому что вы сами понимаете, что каждый вуз не в состоянии осваивать все новые компетенции. Поэтому здесь в любом случае будет проходить какое-то разделение труда. Где-то будет успешнее один университет, где-то другой. И здесь очень важно нам делиться этим опытом, делиться теми знаниями, которые у нас работаны. Мы в нашем университете довольно активно работаем с цифрой, как теперь любят говорить. И с точки зрения управления университетом, и с точки зрения управления учебным процессом, и качеством учебного процесса. И, кстати, в период пандемии мы провели целую серию опросов студентов, используя цифровые технологии относительно их пожеланий, замечаний, оценки того, как это занятие. Но и должен с удовлетворением сказать, что большинство, 85%, оценили эту работу как хорошо или очень хорошо. Я думаю, что нынешняя конференция – это еще один очень важный шаг к тому, чтобы нам найти и новые подходы, и новые способы преподавания, и изучения языков. А вообще должен отдать, сказать слова благодарности организаторам этой конференции. Оно же пятый раз проходит. Настоящие профессионалы, энтузиасты, которые хотят и своими знаниями поделиться, и получить и советы добрые, и рекомендации, и опыт своих коллег, как российских, так и зарубежных. И, на мой взгляд, я все-таки внимательно присматриваюсь, какие проходят семинары, конференции по преподаванию иностранных языков. Должен сказать, что Магинина – это уникальная совершенно площадка, платформа для изучения самых-самых актуальных вопросов, связанных с преподаванием иностранных языков. Так что я желаю вам, дорогие друзья, успехов. Уверен, что они будут в эти два дня вашей плодотворной работы. Спасибо. Ну что ж, коллеги, я думаю, мы с вами готовы приступить к нашим дискуссиям. И переходим к пленарному заседанию. Позволю напомнить, что нам с вами предстоит три доклада. Один на русском, два на английском. Те из вас, кому будет интересно послушать на языке оригинала, вы можете выйти из русской трансляции, перейти в трансляцию английскую, как на сайте, так и на канале YouTube. Мы закладываем приблизительно по 35 минут на каждый пленарный доклад, плюс некоторое время для того, чтобы вы могли задать свои вопросы. Напоминаю, что вопросы и конструктивные комментарии вы можете оставить, пользуясь ссылкой на Google-форум, который стоит у нас под трансляцией, как на сайте конференции, так и на канале YouTube. Что ж, я думаю, можем с вами приступать. Мне особенно приятно, что мы сегодня открываем наше пленарное заседание выступлением моей коллеги, профессора кафедры английского языка номер один, кафедры, которую я возглавляю, Ольги Викторовны Куликовой. Удивительно глубокий человек, разносторонний, с большими интересами научными и, что самое, как мне кажется, важное, умеющий совмещать теоретические изыскания с практикой. Ольга Викторовна автор многочисленных учебных пособий и учебников, разных монографий, которые находятся на стыке лингвистики и лингводидактики. И сегодняшнее выступление не является исключением. Наш доклад будет озаглавлен «Лингвистика и лингводидактика в условиях изменения научно-образовательной среды. Иностранный язык как язык специальности». Ольга Викторовна, пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Исходя из темы конференции, мне хотелось бы обозначить сегодня главные особенности, которые стали характерными для современной научно-образовательной среды и задают вектор её дальнейших преобразований. То есть посмотреть, в какой точке меняющейся системы координат мы находимся, обобщить то, что считается актуальным в современной академической среде. И если то, о чём я буду говорить, будет узнаваемо, значит, что мы пребываем в единой системе, что облегчает поиски дальнейшего пути. Нельзя не вспомнить, что сегодня мы уже существуем в новой реальности, где удалённые работы, беспрерывные онлайн-коммуникации стали нормой. Считается, что переход коммуникации в онлайн открывает перед нами новые возможности, но ещё и вызывает трудности, связанные с необходимостью овладевать новыми навыками. Однако недавние исследования показывают, что на поверку эти навыки оказываются не столько техническими, сколько традиционно коммуникативными. Естественно, что при онлайн-коммуникации эти навыки подвергаются некоторому пересмотру. Важно следить за голосом и пластикой, как мы знаем, удерживать правильную осанку. Общаясь онлайн, надо учитывать особенности программного обеспечения, которые мы используем. И, кроме того, во время видеоконференции необходимо следить за выражением своего лица. То есть живая онлайн-коммуникация, преимущественно невербалика, безусловно, требует личной адаптации. Изменения, которые произошли в нашей жизни и профессиональной деятельности, породили множество вопросов, безусловно, предполагающих перемены и в академической среде тоже. Практически каждый из этих вопросов заслуживает отдельного рассмотрения. И это касается не только и даже не столько выдвижения на первый план онлайн-обучения, дигитализации образования и прочее. Особенности имеет современная информационно-коммуникационная среда. И вот в силу специфики этих особенностей на повестку дня выносится так называемое смарт-образование, своего рода образовательный парадигма, который предполагает адаптивную реализацию образовательного процесса, возможную на основе использования информационных смарт-технологий. Мне бы хотелось кратко упомянуть основные принципы смарт-образования, поскольку они отражают те требования, которые диктуют нам современные информационно-коммуникационные условия, а также потому, что они коррелируют с теми положениями, о которых я буду говорить дальше. Итак, к основным принципам смарт-образования относятся. Во-первых, использование в образовательной программе актуальных, подчеркиваю, актуальных, сведений для решения учебных задач, что особенно важно для обучения иностранному языку специальности. Это связано с тем, что скорость и объем информационного потока в образовании и в любой профессиональной деятельности, впрочем, стремительно нарастает. Существующие учебные материалы необходимо постоянно дополнять новыми сведениями, которые поступают в режиме онлайн, для того, чтобы мы могли полноценно подготовить наших учащихся к решению практических задач. Далее следует организация самостоятельной познавательной исследовательской проектной деятельности обучающихся. Данный принцип является доминирующим при подготовке студентов к творческому поиску решения поставленных задач самостоятельной информационной и исследовательской деятельности. В-третьих, реализация учебного процесса в распределенной среде обучения. И это представляется очень важным. Образовательная среда не должна ограничиваться территорией учебного заведения или пределами системы дистанционного обучения. Процесс обучения должен быть непрерывным. И, наконец, гибкие образовательные траектории, индивидуализация обучения. Тут я хотела бы сказать, что некоторые разработчики убеждены, что гибкость образовательных траекторий и индивидуальный подход возможны только в случае образования с использованием электронного учебника. Возможно, это не совсем так, но это предмет отдельного обсуждения. Перечисленные принципы можно рассматривать как проявление тенденций, наблюдаемых в современной научно-образовательной среде. Они переклюкаются между собой, демонстрируют тесную взаимосвязь и взаимообусловленность. Как мы понимаем, сделать образование приоритетом сегодня очень нелегко. В поисках решения этой проблемы учеными и практиками проводятся многочисленные исследования. Некоторые, наиболее значимые и актуальные из них, нашли отражение в издаваемых трудах, а также в выступлениях и дискуссиях на конференциях различных уровней. В частности, приоритетные направления были заданы такими формами, как вы видите на экране. Я не буду их перечислять из экономии времени. Но прежде всего, и, пожалуй, это главное сейчас, как в современной лингвистике, так и в современной лингводидактике наблюдается парадигмальный сдвиг, общий для обеих наук, сдвиг к антропоцентрической парадигме. Сегодня в лингводидактике с главными постулатами антропоцентрической парадигмы коррелирует личностно-деятельностная парадигма. Так что, коллеги, человек, его личность, пусть и цифровизированная, по-прежнему находятся в центре нашего внимания. Безусловно, многое зависит от точки зрения, от позиции, с которой рассматриваются поставленные вопросы. Я буду говорить преимущественно о лингвистике и лингводидактике в преломлении к обучению иностранному языку для специальных целей, то есть обучение студентов-нелингвистов, которым иностранный язык потребуется для решения задач их будущей профессиональной деятельности. Возможно, для того, чтобы понять, куда двигаться дальше, необходимо вернуться к главному вопросу и уточнить, в чём сегодня визится цель обучения иностранному языку для специальных целей и как она достигается. Вероятно, правильнее было бы сказать, что сегодня это не просто передать знания и навыки, сформировав необходимые компетенции. Сегодня это значит научить учиться, а для студентов научиться учиться, то есть эти знания и навыки приобретать и делать их своими. Как это сделать в сегодняшних условиях, которые можно представить как точку, в которой на современном этапе сошлись разные науки и научные направления? Ответ на этот вопрос сегодня сопряжён с переходом в область интегрированного знания из обособленных сфер лингвистики и лингводидактики. Сегодня понятие знания претерпевает изменения, обусловленные такими разносторонними тенденциями и разнонаправленными тенденциями, как тенденции к специализации и тенденции к интеграции знания. Первая тенденция означает возрастание специализаций различных научных дисциплин. Знание становится всё более эзотерическим, доступным только специалистам, экспертам в узких дисциплинарных областях. Спасибо. Вторая, противоположная тенденция, это стремление к интеграции и целостности. В результате их сосуществования возникают поля полидисциплинарных исследований, что подтверждает мнение Владимира Ивановича Вернадского о том, что рост научного знания в XX веке быстро стирает грани между отдельными науками. Мы всё больше специализируемся не по наукам, а по проблемам. При этом учёными отмечается, что единство наук, по сути, является производной от единства знания. Главное явление, которое объединяет все ускоряющиеся изменения, в том числе и в сфере науки и образования, это гибридность. Вещи, которые казались нам противоположными, сливаются воедино. Раньше было привычно мыслить оппозициями «или-или», а теперь всё важнее становится слово «и». Способность совмещать альтернативы, которые иногда кажутся несовместимыми, становится универсальным преимуществом и для организации, и для отдельных людей, как в сфере науки, так и образования. Посмотрим, что означает это «и» для сочетания близких нам областей лингвистики и лингводидактики. Явления, получившие детальное изучение в современной лингвистике, сегодня широко востребованы в лингводидактике. Полидисциплинарные поля образуются на стыке таких наук и областей знания, как мы видим на слайде. Достижения когнитивной лингвистики находят широкое применение в современной лингводидактике. Концептология совмещается с концептным и эмотивно-концептным обучением. Исследования дискурса, дискурс-анализ весьма востребованы в обучении различным видам дискурса – академическому, институциональному, профессиональному, включая дипломатический, экономический, юридический и многие другие. Не далее, как на этой неделе, я прослушала доклад Радченко Олега Анатольевича об использовании нарратива при создании учебника иностранного языка. Ну и далее, коммуникативная лингвистика образует множество полидисциплинарных полей с лингводидактикой и так далее, и так далее. В этом контексте уместен вопрос о трансфере знаний, который примителен к процессу обучения, понимается шире, нежели простая передача знаний от источника к реципиенту, и включает обработку, актуализацию и аппроприацию студентам получаемого знания. По мере повышения уровня лингвистической компетентности обучающихся, приоритет отдается обучению иностранному языку как языку специальности, что оказывается неизбежно связанным с вопросом о взаимодействии и взаимозависимости предметных и языковых знаний, и, соответственно, о наиболее эффективных способах их трансфера в курсе обучения. То есть при обучении иностранному языку как языку специальности речь идет о еще более широкой междисциплинарности, как кооперации различных научных областей, что предполагает в нашем случае совмещение лингвистики, лингводидактики и предметной области. Модель, отражающая трансфер знаний как при обучении иностранному языку для профессиональных целей, так и в ходе научной деятельности или модель формирования знаний в широком смысле, она же эпистемологическая модель, можно представить следующим образом. Трансфер от источника к рецепиенту, обработка и апроприация информации, то есть превращение ее в личностные знания, что позволяет обучающемуся свободно оперировать новым знанием. Для того, чтобы эта модель и работала, важно еще раз сделать акцент на одной из ключевых характеристик современного научно-образовательного ландшафта – это междисциплинарность. Кстати, недавно проведенное исследование довольно значительного корпуса объявлений «Онайми на работу», размещенных в различных англоязычных медиа, свидетельствует о преобладающем междисциплинарном и мультидисциплинарном характере требований работодателей, где подчеркивается важность наличия предметной компетенции сотрудника в нескольких областях, чаще всего в сочетании со знанием не менее двух иностранных языков с опытом их использования в профессиональной сфере. Поэтому междисциплинарность особенно важна в обучении иностранному языку студентов, для которых иностранный язык является не специальностью, но средством получения и передачи нового знания, обмена профессионально значимой информацией в ходе межкультурной коммуникации. Междисциплинарный подход, реализуемый в условиях обучения будущих специалистов-нелингвистов, означает прежде всего взаимосвязанные и согласованные формирование коммуникативной, лингвистической и профессиональной компетенции. Это актуально, так как сегодня исследователям ставится вопрос о комплексном подходе и о комплексной оценке компетенции. Дмитрий Александрович, нажмите, пожалуйста. Итак, формула, включающая основные признаки современной научно-образовательной среды, это антропоцентризм плюс интегративный подход плюс междисциплинарность. И эта формула составляет основу сложной модели трансфера научного знания сегодня. При этом постоянным фоном современной научно-образовательной среды выступает интернационализация научной деятельности и образования. Каковы же факторы успешной реализации данной модели? Представляется, что в преломлении к центральному вопросу обучению иностранному языку как языку профессии на сегодняшний день их три. При этом сразу хочется обратить внимание на их очень тесную взаимосвязь. Во-первых, практически все составляющие данной модели предполагают необходимость личностно-ориентированного обучения, особенно на продвинутых этапах. И опять на первый план выходит междисциплинарность, но уже в другой своей ипостасии. Речь идет об исследованиях когнитологами, индивидуального сознания обучающихся, индивидуальных когнитивных особенностей и поколенческих когнитивных характеристик в целях достижения запланированных результатов в процессе обучения. Ориентированность на личность является одним из основных условий для обеспечения нового качества образования. Именно личностный компонент обучения, обращение к личным ценностям обучающегося, а также углубленный интерес самого студента к изучаемой тематике, обусловливают прочность усвоения знаний и их качественное, так сказать, применение в ходе обучения и профессиональной деятельности. Майкл Поллинге, британский философ и один из основателей постпозитивизма, считал, что свидетельством подлинной заинтересованности обучающегося в изучении предмета является, по его выражению, интеллектуальная самоотдача, которая выражается в личностном отношении к приобретаемому знанию, его индивидуальной трактовке и осмыслении. Это особенно важно в современных условиях цифровизации процесса обучения в целом и применение различных определяемых задачами процесса обучения коммуникативных практик в частности, поскольку данные процессы коррелируют с вопросом о том, кого мы учим. И здесь опять на помощь приходит междисциплинарность, а именно данные когнитологии, психологии, нейронаук. Этот вопрос часто поднимается в академических кругах, он всем знаком, но в свете тематики настоящей конференции его никак нельзя обойти. Поэтому я кратко остановлюсь на основных моментах, опираясь в основном на данные исследований Дэвида Стилмана, исследователя, который более 20 лет занимается изучением проблем поколений. Сегодня рынок труда начинает постепенно заполняться людьми поколения Z, самым старшим из которых уже около 25 лет. Их характеристики представлены на слайде, начиная от того, что реальные и виртуальные миры представляют для них единое целое, включая присущий им синдром упущенной выгоды, fear of missing out, поэтому они всегда стараются быть в курсе новых веяний и поддерживают высокую конкурентоспособность, что создаёт новые вызовы в рабочей среде, и заканчивать тем, что они индивидуалисты. Но тем не менее, они предпочитают рациональный подход к организации и взаимодействию в рабочем коллективе. Для нас это значит следующее. Представители нового поколения обладают целым рядом когнитивных особенностей, которые необходимо учитывать при построении курса обучения иноязычной профессиональной ориентированной коммуникации. К таким особенностям относят очевидную познавательную потребность, вовлечённых в учебную и позже профессиональную деятельность людей X и особенно Z, их готовность к работе с информацией, желание активно участвовать в дискурсивной деятельности, стремление к достижению результата через вовлечённость в дискурс, в нашем случае дискурс профессиональный. Следующий фактор – это формирование в процессе обучения метакомпетенции, понимаемой как способность не только адекватно манипулировать полученными в результате образования знаниями, умениями и навыками, но и формировать у себя новые знания и компетенции. Другими словами, образовательный процесс должен строиться таким образом, чтобы развивать умение учиться, формировать у студентов способности к саморазвитию, критическому мышлению, творческому применению полученных знаний, способом адаптации профессиональной деятельности. Делиться знаниями с учащимися, конечно, важно, но ещё важнее сейчас раскрывать их способности и помогать им понять себя и свои возможности. Сегодня учиться – значит не только накапливать информацию, учиться – значит развивать умение отыскивать новые ходы в непривычных обстоятельствах. Говоря о формировании метакомпетенции, мы неизбежно возвращаемся к вопросу о знании. В обучении иностранному языку как языку специальности мы, естественно, имеем дело со специальными знаниями, которые по большей части фиксируются в специальных или профессионально ориентированных текстах. В то время как специальные тексты содержат преимущественно декларативные знания или так называемые знания «что», активизация знаний такого рода требует уже процедурных знаний, то есть знаний «как», которые являются частью коммуникативной компетенции. Для пополнения тезауруса процедурных знаний, к которым часто относят неявные знания, чрезвычайно важным оказывается этап использования приобретенных знаний в практической деятельности, в коммуникативных ситуациях профессионального дискурса, для чего в контексте обучения студентов иноязычному профессиональному общению используются технологии симуляции, которые воссоздают реальные ситуации, требующие принятия решений с привлечением полученных предметных и лингвистических знаний. Обучение действием или обучение в действии, как базовый принцип коммуникативно-деятельностного подхода, реализуемый в таких формах, как ролевые и деловые игры, анализ кейсов, дискуссии, дебаты, в зависимости от специфики основной специальности обучающихся, в нашем случае является наиболее убедительным способом контроля, полноценного усвоения новых знаний. Личностно-ориентированный подход, о котором речь шла выше, предполагает увеличение доли самостоятельной работы обучающихся. Для того, чтобы это принять, требуется психологическая перестройка как преподавателя, так и студента, который, с одной стороны, как мы поняли, стремится к самостоятельности, но с другой, осознав, что на него возлагается дополнительная ответственность за результаты обучения, вдруг начинает избегать самостоятельной работы, предпочитая по-прежнему выполнять на уроке и дома привычные упражнения. Представляется, что ключ к решению данной проблемы лежит в эвристическом обучении. Увеличение доли самостоятельной работы достигается благодаря эвристическому погружению в форме обучения, при которой в течение нескольких дней сохраняется образовательная доминанта, призванная обеспечить личностное познание студентами образовательного объекта. В Центре эвристической технологии эвристическая образовательная ситуация, которая иногда называется ситуацией активизирующего незнания. Ее цель – это производство обучающимися личного образовательного продукта, идей, проблемы, гипотезы, версии, текста на основе личностного знания и опыта. Безусловно, полностью отдавать самостоятельную работу на откуп обучающимся представляется по меньшей мере легкомысленным. В нашем случае речь может идти о самостоятельной работе как об управляемой деятельности. На сегодняшний день данная область вызывает большой интерес, но, тем не менее, представляется малоразработанной и, вероятно, требует совместных как раз междисциплинарных усилий лингвистов, лингводидактов с привлечением так называемых предметников. То есть даже при необходимости увеличения доли самостоятельной работы и повышения ее значимости роль преподавателя по-прежнему остается основополагающей. Работа с информацией, заложенной в профессионально ориентированном дискурсе, требует участия в процессе трансфера знаний преподавателя, обладающего необходимой квалификацией. Передача знаний – сложный личностно-ориентированный процесс. В этой связи не менее важной предстает личность преподавателя, как носителя и транслятора знания. Компетентность преподавателя включает его умение передать обучающимся как явные, формализованные знания, так и неявные, во многом основанные на личном опыте и передающиеся в процессе контактного, пусть и компьютерно-опосредованного, обучения. Взаимодействие преподавателей и обучающихся в контексте иноязычного профессионального общения носит субъектный характер и может считаться продуктивным только в том случае, если происходит на основе общих знаний, к которым принято относить в первую очередь фоновые знания, включающие как стабильный фонд знаний, так и динамичные знания, связанные с конкретными ситуациями. Обучение студентов иноязычной профессиональной коммуникации предполагает существенное пополнение запаса общих знаний преподавателя специальными знаниями из области профессиональной специализации обучающихся. Владение знаниями такого рода позволит преподавателю иностранного языка организовать полноценный учебный процесс, выступая не только в роли модератора, но и полноправного участника профессиональной коммуникации. Компетентность преподавателя, который позволяет ему оценить не только знания иностранного языка и умение осуществлять иноязычное общение, но и адекватно оценить предметные знания студента и его умение оперировать этими знаниями в ходе профессиональной коммуникации на иностранном языке, служит для обучающегося важным мотивирующим фактором. И кроме того, роль преподавателя как источника знаний, в том числе, как это нередко случается в нашей практике, и все мы об этом знаем, знаний специальных, диктует необходимость повышения квалификации преподавателя иностранного языка в плане овладения им совокупностью специальных знаний на основе обучения в системе дополнительного образования, прохождения курсов усовершенствования в вузах, стажировок за границей и на профильных предприятиях. Учитывая междисциплинарный характер современного гуманитарного образования, особенно важным представляется перекрёстный обмен специальными знаниями между преподавателями смежных или соположенных дисциплин, который может осуществляться в форме лекций, семинаров, взаимных посещений занятий, участия в непрофильных конференциях. Что из этого следует? А из этого следует, что широко принятое в современной лингводидактике и в целом совершенно справедливое положение о том, что в ходе обучения иноязычной профессиональной коммуникации мы обучаем только иностранному языку специальности, а не специальности на языке, как мы всегда старались делать, сейчас уже требует гибкого подхода и не рассматривается как безусловное. Квалификация и компетентность педагогических кадров обусловливает такой фактор, как качество преподавания, которое обеспечивает в конечном счёте качество обучения и как следствие качества образования. И, наконец, третий фактор – это ориентированность на результат обучения. Хотелось бы подчеркнуть, что связь академического сообщества и, в частности, учебного заведения с потенциальными работодателями, изучение требований, предъявляемых ими к уровню профессиональной компетенции выпускников, трансформация данных требований в свете компетентностного подхода в обучении и встраивание профессионально релевантных компетенций в существующую систему обучения приобретают особое значение в условиях жёсткой конкуренции на современном рынке труда. Уважаемые коллеги, позвольте выразить надежду, что в ходе работы конференции, её секций и семинаров состоится заинтересованный и плодотворный обмен мнениями, опытом, поиск перспектив в развитии лингвистики и лингводидактики, что составит картину обновлённой научно-образовательной среды, о чём мы будем говорить с вами на нашей следующей конференции. Благодарю за внимание. Спасибо, Ольга Викторовна. Напоминаю нашим участникам, что вы можете задавать свои вопросы или направлять комментарии, используя Google-форуму, ссылка на которую есть внизу трансляции. И вот Ольга Викторовна на самом деле отметила очень много интересных моментов. В самом начале, если вы помните, она упомянула о необходимости судить за выражением лица, что особенно, на самом деле, непросто, как мы с вами знаем, не имея обратной связи. Мы как-то забываем, как мы смотримся в кадре. Я себя поймал на мысль, что, наверное, надо как-то повнимательнее относиться к своему выражению лица, сейчас ведя эту конференцию онлайн. И очень важно, как мне кажется, среди прочих моментов, что Ольга Викторовна отметила роль преподавателя в образовательном процессе. Сейчас горячие головы призывают к цифровизации всего и вся, к минимизации роли преподавателя. Давайте будем записывать лекции. То есть, по сути, избавляют студентов от общения с преподавателем, что, на мой взгляд, абсолютно недопустимо. Если позволить, Ольга Викторовна, вопрос относительно студентов и их озабоченностью созданием собственного имиджа, о котором вы сказали. Вот если мы посмотрим, допустим, на ситуацию у нас, в нашей аудитории, студенты теперь бьются за каждый процент своего рейтинга, потому что рейтинг – это все, это имидж, это какие-то бонусы. Как вы думаете, как нам эту ситуацию все-таки направить в какое-то положительное русло, чтобы это приводило не просто к борьбе безоглядной за свои рейтинги, но еще и приводило прежде всего к улучшению результата, поскольку, к сожалению, зачастую вот эта борьба за рейтинг далеко не всегда приводит именно к улучшению результата. Есть ли какие-то пути сделать вот эту борьбу более положительной, скажем так, приводящей к каким-то результатам положительным? Да, Дмитрий Александрович. Понимаю, о чем вы говорите, сталкивалась с этим сама на практике, но я глубоко убеждена в эффективности личностно-ориентированного подхода и личной заинтересованности студентов в получении знаний, которые могут им пригодиться в дальнейшем в профессиональной деятельности. Поэтому мне кажется, что, конечно, надо развивать вот эту линию, работать с индивидуальной траекторией студентов, когда они чувствуют заинтересованность именно профессионального такого характера, заинтересованность в профессиональной информации, которую они могут получить и которые они могут поделиться на иностранном языке со своими одногруппниками и шире, они участвуют тоже и в каких-то конференциях. Вот как раз вот это в какой-то степени, по моим наблюдениям, помогает им забывать о рейтингах, процентах и долях процента. Все-таки они проявляют заинтересованность в знании, что очень отрадно, и я считаю, что все мы должны этим воспользоваться в нашей деятельности. Спасибо, Ольга Викторовна. Если позволите, еще один вопрос, касающийся междисциплинарности, о которой вы также упомянули в рамках своего доклада. Вот у вас достаточно, я думаю, богатый опыт общения с коллегами. Как вы оцениваете, насколько хороша наша междисциплинарность? Действительно, нам ее удается достигать? Действительно ли преподаватели иностранных языков оказываются на высоте в том, что касается каких-то профессиональных значимых умений, вот этого содержания, профессионально ориентированного? Есть какие-то наблюдения и есть ли какие-то соображения, как эту ситуацию, может быть, улучшить? Спасибо, Дмитрий Александрович. Ну, вы знаете, да, из общения с коллегами, из наблюдения за тем, что вообще происходит в образовательном процессе, можно сказать, что преподаватели иностранного языка для специальных целей просто вынуждены помимо непосредственно знаний языка и знаний дидактики еще и приобретать знания дополнительные в той предметной области, в которой специализируются их студенты. Эта необходимость на сегодняшний день без этого именно при обучении иностранному языку как языку специальности невозможно, к сожалению, обойтись. Я считаю, что, да, преподаватели делают все возможное свидетельством тому учебники, которые выходят по английскому языку, в частности, как языку специальности. Но при желании, конечно, можно, я думаю, этот компонент и усилить, включая и стажировки на профильных, скажем так, предприятиях, профильных организациях и обмен опытом с преподавателями-предметниками, с предметными кафедрами. Мне кажется, что здесь есть еще простор для деятельности, конечно. Спасибо, Ольга Викторовна. Если позволите, еще один комментарий, который поступил от наших слушателей, для которой подсоединились к трансляции, большое спасибо за интересный доклад. Крайне актуальная проблема. Хотелось бы уточнить следующий момент. Вот вы говорили об особенностях обучения студентов поколения Z, поколения X. Скажите, работают ли эти же принципы при обучении студентов старшего поколения? Ну, например, в ходе повышения квалификации. Спасибо, это очень интересный вопрос. Вопрос просто очень. Эти принципы работают частично, безусловно. При этом надо учитывать особенности старшего поколения, которые больше настроены на потребление информации, больше настроены на пассивное, так сказать, участие, нежели активное. И это тоже надо иметь в виду. Но методы, которые нам хорошо бы использовать при работе с современным поколением Z и X, настолько интересны и настолько продуктивны, что я думаю, что даже в той аудитории, если так уж случилось, что в процессе повышения квалификации у вас группа, представляющие только предшествующие поколения, демонстрирующие все их качества предшествующих поколений, так сказать, которые немножечко тормозят активный учебный процесс, в любом случае надо постепенно вводить эти методы, эту методику, потому что она действительно работает, и потом как-то надо осовременить и наш учебный процесс, ну и нашу аудиторию. Да, действительно, вопрос осовременивания, он, конечно, всегда актуален, это действительно так. Я думаю, что многие вузы сейчас этими процессами занимаются в той или иной степени, в меру возможностей, которыми они обладают. И я думаю, мы сейчас возьмем еще один вопрос от наших участников, и затем уже перейдем далее. Далее вернемся на секундочку к междисциплинарности и сотрудничестве с преподавателями-предметниками. Есть ли какой-то опыт привлечения преподавателей-предметников, как их привлекать, как выстраивать взаимодействие, насколько должны синхронизироваться требования. Вот, допустим, если брать наш вуз, когда наши студенты готовят какую-то профессионально ориентированную презентацию, мы зачастую выясняем, что то, что требуем от них мы, абсолютно никак не стыкуются, порой, не всегда, к счастью, но порой не стыкуются с тем, что от них требуют преподаватели так называемых специальных кафедр. Вот как с вашей точки зрения должно выстраиваться такое взаимодействие? Да, положительный опыт есть, но, вот, отвечая на вторую часть вашего вопроса, Дмитрий Александрович, я хотела бы сказать, что, конечно, надо усилить взаимодействие между лингвистическими и кафедрами предметников, так сказать, специальными кафедрами, вот, по разным направлениям сотрудничества. Положительный опыт заключается в том, что однажды была предпринята попытка отобрать группу преподавателей иностранного языка и обучить их, так сказать, дать им специальные знания в рамках дополнительного образования в одной из специальных областей, в частности, в области экономики. Далее эти преподаватели, успешно сдав экзамен, серьезный экзамен по экономическим предметам, получив диплом в дополнительном образовании, работали в группах на иностранном языке, проводя семинары, и опыт этот был очень и очень успешным, он пошел на пользу, как мне представляется, я сама просто в этом участвовала, поэтому могу сказать, что пошел на пользу как студентам, так и преподавателям. Это, конечно, требует дополнительных усилий, особенно со стороны руководства языковых кафедр, вот, но, тем не менее, это хороший способ. Большое спасибо, Ольга Викторовна. Я думаю, мы сейчас эту часть нашего заседания подведем черту под ней и пойдем дальше, тем более, что наш следующий докладчик, точнее, тема, которая будет рассматриваться, очень хорошо стыкуется с тем, что сейчас говорила Ольга Викторовна, о чем она рассуждала в рамках своего доклада. Наш следующий докладчик – это представитель Института образования университетского колледжа Лондона Энди Джилетт. Сфера научных интересов Энди – это методология научных исследований и студенческие исследования в рамке подготовки магистрских диссертаций. У Энди очень богатый опыт практической работы в сфере дополнительного высшего образования. Среди его научных интересов – это, прежде всего, преподавание языка для специальных целей, в частности, языка для академических целей, что, повторюсь, очень созвучно тому, о чем, в частности, говорила и Ольга Викторовна в рамках своего доклада. Энди является членом Международной ассоциации преподавателей английского языка как иностранного, членом ТСОЛ, принимает активное участие в спецрабочих группах АйТейфель с самого момента их основания. Тема сегодняшнего доклада Энди – обучение иностранному языку для специальных целей в 2021 году. Энди, если вы нас слышите, он присоединяется к нам по Зуму. Энди, пожалуйста, вам слово. Профессор Куликова. В настоящий момент я преподаю методику. За последние 10-15 лет я преподавала английский для академических целей и для исследовательских целей. Этим занимаюсь всю жизнь. Меня интересует возможность рассмотреть, как меняется ситуация за 60-х годов прошлого века до настоящего момента, но в основном за последующие 50 лет. Я буду говорить о очень практических моментах, о том, чем я занимался. Я думаю, то, что я скажу в отношении обучения английскому языку относится и ко всем языкам. И вот это можно представить следующим образом. Мы различаем между английским как родным языком и английским как вторым или иностранным языком. И да, конечно, английский для специальных целей связан с английским как вторым языком. И ЕСПИ начал развиваться как отдельная дисциплина где-то в 1960-х годах. И это, я думаю, существовал и раньше такой подход. С тех пор, как началось преподавание иностранных языков, когда началась международная торговля и возникли потребности для языка делового общения. То есть, я думаю, что ЕСПИ существует уже достаточно давно. Мы делаем различия между ЕСПИ, то есть английский для специальных целей, и общий язык или общий английский. Может быть, это не совсем правильно и не совсем справедливо, но это традиционный подход, это традиционное деление. То есть английский для специальных целей, для тех людей, которые интересуются или работают в конкретной отрасли. Нам надо провести различия между учащимися, между учащимися, которые изучают английский как иностранный язык и для специальных целей. Есть ли здесь какое-то различие? Можем ли мы выявить эти различия? Я не уверен. Очень многие дети, в частности в Лондоне, двуязычные. И есть такие ситуации, когда дети поступают в школу, идут в школу и не говорят по-английски. И приходится их обучать английскому языку. Ну, я знаю, что и в России ситуация похожа. 35 языков в России существует. И, может быть, есть такие учащиеся, которые начинают обучение в школе, не умеют говорить по-русски. То есть иногда в лондонских школах и в других школах в Англии есть необходимость обучать детей родному языку, то есть английскому как первому языку. Но здесь постаркают вопросы и английского как второго языка. И нам нужно понять, почему люди изучают английский. Вот Майкл Лонг недавно написал книгу, и он подчеркивает, что курсы английского языка должны быть, и любого иностранного языка должны быть прелевантными. Они должны отвечать конкретным потребностям учащегося. И я очень опираюсь на его выводы. И, в частности, в Австралии были проделаны немало исследований Майкл Халлидей. И он считает, что каждый курс английского языка так или иначе касается каких-то конкретных специальных целей. Нет такого понятия, как использование языка для общих целей, потому что в любом случае это будет использование языка для каких-то конкретных целей. И это необходимо иметь в виду. И я из себя представляет преподаватель иностранного языка для специальных целей. Это особое состояние представлений. Нужно, прежде всего, начать с того, что определить, каким образом будет использоваться язык в дальнейшем. Мы должны не только описать этот язык, язык специальных целей, тем, чтобы помочь преподавателям преподавать этот язык. И я считаю, что преподаватели должны учитывать все это. Прежде всего, идентифицировать цель использования языка, каким образом он будет использоваться. И это подразумевает определенную долю исследований, лингвистического анализа, разработки курсов, учебников и подготовка учебных материалов. И с теоретической точки зрения все это вписывается в модели языка, в модели обучения, в модели преподавания. Я начала думать о том, что за последние два года многие коллеги и специалисты выражали по этому поводу разные мнения. Я во многом с ними не согласен. Первое. Говорят преподаватели, сначала необходимо обучить учащегося общему языку. Ну, что это такое? Есть ли здесь какая-то разница между аудиторией, к которой мы обращаемся, и теми студентами, которые изучают английский как общий язык или английский для специальных целей? Но, как говорит Майкл Лонг, существует потребность в том, чтобы мы соотносились с интересами наших учащихся. И я с этим полностью согласен. Мы проводим разницу между английским как иностранным и для специальных целей, но для англичанин английский язык как язык носителей других языков, это значит, что для англичан особенно это имеет политические и образовательные цели, и это исторически так сложилось. Я думаю, что в Москве в специальных школах, где изучается английский язык, я не уверен, что делается такая разница между английским как вторым языком и английским для специальных целей. В Китае также этому уделяется вопрос, но здесь по-прежнему существует проблема, и этому разнице необходимо уделять внимание. Когда мы говорим об общем языке, и, как ясно из этой диаграммы, нас не интересует первый – это иностранный язык, второй – иностранный язык. И, конечно, мы не говорим, что носители языка лучше осваивают язык для специальных целей, чем те, кто изучают иностранный язык для специальных целей. То есть нам надо здесь еще раз, я подчеркиваю, проводить разницу между английским и специальной целей, и общим языком ESP имеет конкретные цели, и отталкивается от потребностей учащихся. Майкл Лонг, я очень люблю его работы, он говорит об общем языке для целей вообще. Такого, по-моему, не существует, и об этом говорил и Джерри Эбботт, и он говорил о том, что есть контраст между ESP и General English. Ну, что такое из себя представляет общий английский? Это все на свете, что-то целенаправленное, что-то широкое, нечто, что очень узко ориентировано, и имеется общее ядро в английском языке, и оно, это ядро характерно для всех вариаций, разновидностей языка. В Англии в 1985 году было произведено исследование, и был сделан вывод, что учащиеся должны сначала освоить основы английского языка, прежде чем они начинают изучать английский без специальных целей. И я не согласен с тем, что надо изучать какой-то ограниченный язык. Я думаю, что прикладная лингвистика в Великобритании и исследователи показывают вот такие предположения, которые можно изложить в виде этой диаграммы. В центре находится общее ядро языка, на периферии вариации, но здесь не учитывается то, является ли это общее ядро частью каждого варианта или всех вариантов. считается, что общее ядро – это часть того, что учащийся осваивает и хочет освоить. английский язык для специальных целей, это та общая единица, которая характерна для языка, для медицинских целей, для других целей. Я не думаю, что это идея очень правильная. Я не считаю, что общее ядро необходимо предъявлять и ему обучать в первую очередь. Существуют проблемы с этим общим ядром, потому что общий язык слишком широк. Он предполагает многое, что учащемуся не нужно и не понадобится, а с другой стороны, оно может и не охватывать всего необходимого. Майкл Халлидей также говорил о том, что нет различия между общим регистром и специальным регистром. Это необоснованно, потому что такого понятия не существует. Если мы рассматриваем каждый курс английского языка как таким или иным образом охватывающий какие-то конкретные цели, то с различных точек зрения, с финансовой точки зрения управления, мы не всегда можем сделать это различие. Английский для специальных целей традиционно проводит различия между английским для различных целей. Если мы возьмем английский для путешествий, я здесь не вижу никаких особых проблем. Мы можем спокойно общаться в отеле на рецепции без изучения специального английского. Также мы можем говорить об английском для академических целей, для целей профессий. Я не уверен, существует ли особая разница между английским для профессиональных целей и для целей конкретной работы. Может быть, существует, как некоторые предложат, но я не уверена. Можем ли мы делать разницу между работой и обучением? Я провел исследование с помощью Google в отношении отдельных университетов Лондона и обратил внимание, что все они выделяют конкурентоспособность и востребованность своих выпускников, и это для них очень важное соображение. И мне хотелось бы более подробно остановиться на некоторых навыках и умениях, которые определяют эту высокую выстребованность и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Вот, скажем, университет Хартфордшир, где я работал, также уделяет особое внимание конкурентоспособности выпускников. Вот наиболее престижные университеты в Соединенном Королевстве и в мире. В мире они все подчеркивают эту необходимость. Многие курсы, которые разрабатываются, пытаются интерпорировать это соображение. И я вот в частности участвую в такой работе, например, в работе с взрослыми студентами, с вечерниками или с теми, кто уже работает. И первое задание было написать деловое предложение в виде письма к руководителю. Очень многие получили за эту работу низкие оценки, особенно с точки зрения выбора стиля и формата, потому что они не имели соответствующих референсных рамок и указателей. И это необходимо было добавить. И вот именно здесь университеты работают над тем, чтобы сделать свои курсы, в частности курсы иностранного языка, актуальными и релевантными для студентов. Для студентов возможность получить работу очень важна. Хорошую работу. И работа недодателей также настаивает на высокой конкурентоспособности и в высоком качестве образования выпускников. Вот здесь некоторые из них перечислены. То есть, если мы можем действительно провести разницу между английским для профессиональных целей и доцелей конкретной работы, то здесь можно говорить о различных подходах к преподаванию. Мы часто говорим о лексическом подходе, о коммуникативном подходе. И все это связано с преподаванием общего языка, как считается. Но я думаю, что это же вполне применимо. И к английскому для специальных целей возьмем коммуникативное обучение. Что это себя такое представляет? Это обучение к языку общения. То есть, релевантному языку, подходящему языку, правильному языку, такому языку, который используется в реальном общении. И другая область – это коммуникативное обучение. Здесь встает вопрос о роли преподавателя. Здесь посмотрим на труд, история преподавания английского языка. Здесь подчеркнута на различных страницах и различных главах, как важно преподавать английский для конкретных специальных целей. Несколько лет назад было новым совсем подходом так называемое обучение на основе решения проблем, task-based language teaching. И можно упомянуть работу 1985 года и работы Box Kites. Таким образом изображается принцип того, что студенты должны решить какое-то задание, которое… Я думаю, такое задание на специальных целях всегда присутствует в преподавании английского языка. И в первую очередь нужно понять, для чего нужно студентам знание языка. Что касается лексического подхода, да, в преподавании английского языка мы составляем списки, которые нужны для академического письма. Это очень общий список, но, тем не менее, такие списки создаются. И они приводят к созданию очень специального электрического минимума в инженерной сфере и так далее. Это достаточно новые эти тенденции, но они и раньше существовали, такие минимумы. Итак, я думаю, что мы идем по тому пути, по которому я хотел бы, чтобы развивалось преподавание английского языка. Может быть, не для всех это характерно, но для многих. Мы проводим различия между академических целей и специальных академических целей, и общих академических целей. Я думаю, что такого понятия, как общие академические цели, наверное, не существует, потому что, как правильно говорили классики, что всегда есть какая-то конкретная цель, а не общая академическая цель. Всегда есть какая-то конкретная академическая цель, ученая цель. И такие тексты всегда существовали. Это достаточно давний учебник. Можно посмотреть на содержание и видим, что отражено в содержании. Это более современные учебники. Другой учебник отражает аналогичное содержание. И, как вы видите, оба, в обоих учебниках, необходима такая глава, как определение. Джон Уэллс, Суэллс, это определяет, как необходимо определить определение. Метапротеины – это группа веществ, которые производят в ходе кислот или щелочей. И мы увидим, что здесь то же самое. Есть необходимость определить дефиниции. Вот так юристы определяют свои термины. Такие совсем другие термины. Поэтому мы должны хорошо понимать конкретные потребности языковые. Необходимо посмотреть на то, что бывает в рамках одного университета. И мы смотрим на то, как оценивается эта деятельность в рамках одного университета. И определяем различные категории по разным дисциплинам. Вы видите, дисциплины указаны слева. Это важно определить различия. И здесь мы видим в разных цветах. Где более темный цвет, то это большее различие. Я хочу сказать, что эти подходы разные. Разные методы преподавания. Это разные преподаватели. И разные подходы к оценке знаний студентов. Они иногда оцениваются на практическом использовании языка. А белые прямоугольники показывают несовременные подходы к оценке знаний студентов. И так существуют различные методы оценки. Посмотреть английский для специальных академических целей. Мы видим разные темы, которые необходимо затронуть. Разные будут цели, если это будет для правовых дисциплин или для науки. Хенри Несси создал корпус языкового, корпус слов, которые необходимы, и классифицировал на 13 категорий эти слова. И что здесь важно? Важно следующее, что если посмотреть на эти различные дисциплинарные категории, мы видим, что они по-разному используют разные жанры гуманитарии или естественные науки. Используют разные, конечно, жанровые группы. Если посмотреть на разные группы, то вы увидите это различие. И все это еще раз говорит о том, что необходимо преподавать для специальных целей английский язык. И тут вы видите то же самое различие в зависимости от профессионального уклона. Какие есть уклоны. И, как говорила профессор Куликова ранее, есть, конечно, много междисциплинарных исследований, междисциплинарных подходов. И необходимо смешивать различные жанры. Необходимо это делать и в рамках преподавания языка для специальных целей. Насколько узкий, может быть, это специализация для врачей, отдельно для терапевтов? Я не уверен. Еще необходимо отмерить следующее, что касается академических целей. Можно отдельно этот курс преподавать, но очень часто все-таки междисциплинарные подходы, и этот подход внедряется в другую работу студента в рамки других экзаменов. Все это может быть взаимосвязано. Необходимо каким-то образом всякие подходы включить в преподавание, языка для специальных целей. Здесь мы также рассматриваем двойную цель, когда преподается и язык, и предмет, специальный предмет. вот этот CBI-подход использует именно этот дисциплинарный подход, и язык, и изучение специальности. Мы преподаем и учим в начале, в середине и в конце. Что касается профессионального английского, я видел студентов, которые хотели продолжать заниматься, учить академический английский после своего выпуска, после окончания университета. И в настоящий момент очень популярен курс EMI. Но он отличается от курса английский в качестве родного языка. Если я преподаю студентам, я преподаю именно методику и преподавание. Я преподаю китайским студентам в основном, преподаю английский в качестве второго языка. И в Китае я бы преподавал английский как иностранный язык. Я работаю с венгерским коллегой, когда она преподает английский китайским студентам. Но если бы он преподавал у себя в Венгрии, то это был бы иностранный язык. Поэтому я разницу не вижу между этими двумя подходами. И большинство студентов, которым я преподаю, живут в Китае. А по Зуму я могу учить студентов и в Перу, и в США, и в Китае, и в Индонезии. Не очень важен в настоящий момент контекст. Самое главное, чтобы мы понимали интересы студентов и их потребности. Тут немножко хаотично представлено все, но вот так я представляю себе эту ситуацию. Это может быть касаться, может быть, любого языка, английского, русского. И неважно, преподаем мы английский как первый язык, иностранный язык, второй язык. Главное, чтобы мы понимали потребности студентов. Необходимо думать о контексте в окружающей среде для студента. Отличаются ситуации, находятся они в Лондоне или в каком-то другом месте. Надо думать о методах, о методологии, о лексическом подходе, о создании специальных задач, игровых ситуаций. Самое главное, мы возвращаемся к задачам студента. Может быть, это то, что называется «язык для выживания», это для путешественников, которым необходимо знать, как зарегистрироваться в гостинице. Вот я бы так хотела рассматривать данную ситуацию. Самое главное, внимание к потребностям студентов. И студенты должны понять, какой жанр языка им необходимо изучать, не думая, на каком уровне это делаете в школе или в школе. И вот ссылка на материалы. Вы увидите их. Вы можете с ними ознакомиться. Надеюсь, что моя информация была полезна. Надеюсь, что у вас будут вопросы. Спасибо, Энди, за ваш доклад. Мы уложились замечательно во время. Есть вопросы, конечно же. Я их буду озвучивать на русском языке, а вам уже переводчики помогут сориентироваться с переводом. Надеюсь, перевод идет хорошо у нас. Вопрос первый. Есть ли с вашей точки зрения общего английского, этот General English, не существует? Как вы относитесь к тому, что называются дескрипторами порогового уровня, threshold level descriptors, которые также базируются, основываются на потребностях студента? Проблемы нет. Они могут применяться в любой ситуации, независимо от того, как английский преподается, как первый, как второй язык, как иностранный язык. Они могут применяться, если я вас правильно понял. Думаю, что в этом заключался вопрос. Да, вопрос не от меня, я его просто ретранслирую. Думаю, что как раз-таки в этом и был заинтересован наш участник. Второй вопрос. Не думаете ли вы, что общий английский, General English, является необходимой базой, а вот уже специализированный язык, допустим, язык медицинский в области геологии, является определенной надстройкой, суперструктурой? Нет. 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 Я думаю, что вы можете организовать это в более лучшее. Как я уже сказал, я думаю, какое-то general... Депенс, exactly, depends what вы имеете. Депенс, что вы имеете в виду Генерал-Инкласс. У нас проблема с переводом. Переводчики, переключитесь, пожалуйста. Я думаю, что все зависит от того, как определить, что такое общий язык. Большинство учебников, которыми я знаком, они как раз предназначены для туристов, язык для выживания. Я не знаю, чем занимаются учебники в России, языковые учебники, но необходимо, чтобы они в будущем все-таки больше на потребности студентов ориентировались. Я не думаю, что российские подростки имеют четкое представление, чем они хотят заниматься через несколько лет. Точно так касалось, например, меня. Я не знала, чем я буду заниматься, пока мне не стало 25 лет. Хорошо, спасибо. Еще один вопрос. Это все зависит от того, как вы понимаете общий язык. Еще один вопрос, если позволите. В российских вузах, мне кажется, есть определенная дилемма, когда начинать учить языку специальности. Уже после того, как прочитаны специализированные курсы, потому что зачастую идет такая вот рассинхронизация. И очень рано начинать обучать ESP, поскольку у студентов нет, собственно, знания предметной области, в которой они специализируются. Вот с вашей точки зрения, когда лучше начинать учить языку профессии, специальности? Как можно раньше. Я бы сказал, что у студентов всегда есть какое-то представление о своей специализации, о предмете, который они будут изучать. Я думаю, мы сейчас больше говорим о мотивации. Я не думаю, что у студентов всегда есть мотивация. И, как говорила профессор Куликова, мы говорим о личности студентов очень часто. Если студенты определяют себя как ученые, экономисты, когда они поступают в университет, тогда можно использовать этот опыт и говорить о мотивации, о персонализации. Я не знаю, насколько ваши студенты мотивированы изучать специальный английский. От этого очень многое зависит, я считаю. Ну, с этим трудно не согласиться. Действительно, вопрос о мотивации крайне важен. Я думаю, многие участники конференции, входя ежедневно в аудиторию, не раз про себя отмечали, что с мотивацией как раз таки можно было бы нашим студентам и поработать, потому что далеко не всегда они в должной степени мотивированы. Энди, большое спасибо. Мы подводим черту под этой частью. Да, пожалуйста. Я не могу сказать, извините, пожалуйста, еще несколько слов. Я занимаюсь с магистрами в настоящий момент, и по разным причинам. Большинство из них из Китая. Из Китая. Женщины из Китая, девушки из Китая. Они обожают английский. У них наивысшие степени отметки по-английскому. Но они не понимают кое-что, чего. И это вызывает проблемы. Они будут преподавать... Для преподавания необходимо любить язык. Можно преподавать его, можно использовать как инструмент. И в китайских университетах английский используется. Поэтому преподаватели любят английский язык. Надо сделать так, чтобы и студенты любили английский язык. Вот как это сделать? Да, действительно, вопрос заключается в том, как это сделать. Ну, думаю, в рамках нашей конференции мы и эти вопросы будем поднимать. А сейчас мы переходим к нашему следующему пленарному докладчику. Это Дэвид Синглтон, представитель Ирландии, имеющий очень богатый послужной список. Он работал и в Trinity College, и в университетах Венгрии, и Польши. В его послужном списке председательство в Ирландской ассоциации прикладной лингвистики, должность генсекретаря Международной ассоциации прикладной лингвистики, председательство Европейской ассоциации второго языка, и можно этот список на самом деле продолжать и продолжать. Он является автором более 220 публикаций, которые посвящены достаточно широкому кругу тем. Особое внимание уделяется вопросам кросс-лингвистического влияния, лексикону второго языка и возрастному фактору во владении языком. Сегодняшний доклад Дэвида озаглавлен фразеологический ключ к пониманию грамматики. Дэвид, пожалуйста, вам слово. Большое спасибо. Вы меня слышите? Слышите меня? Итак, сейчас пытаюсь показать свою презентацию. Итак, различия. Вы меня видите? Вы меня видите? Это очень лингвистическое обучение. Когда мы говорим о преподавании, эта тема связана с природой грамматики. Когда мы рассматриваем естественную речь, невозможно игнорировать важность лексики, не только грамматики. Когда мы говорим об ассоциации, между словами и речью. В главных языках существует эта ассоциация. Многие представители видят здесь два направления. Синтакс и морфология. И определение обоих направлений основывается на лексике. Синтакс основывается на английском слове синтаксиса, то есть соединение вместе разных элементов, означает самые разные правила, которые можно наблюдать при составлении предложений. В основном это слова. Изучение этих общих правил. Морфология основывается на английском слове морфоформа и обозначает внутреннюю структуру слова и изучение этой внутренней структуры. И хотя слово является очень важным элементом, но для неспециалистов и для специалистов так же, когда мы говорим на языке, определение, что такое слово, вызывает проблемы. Очень интересно, что характеристика слова, которая считается наименее проблематичным, это то определение, которое определяет слово в грамматических понятиях. В грамматическом подходе используются критерии позиционной мобильности и внутренней стабильности. Говорят, что слова могут быть позиционно-мобильными в том плане, что у них нет фиксированного места в предложении. А внутренняя стабильность, этот критерий, относится к тому факту, что внутри слова постоянным остается порядок следования морфем. Грамматический подход относится ко всем языкам, и этот факт говорит о многом в отношении связи между лексикой и грамматикой. И говоря об альтернативном влиянии на выбор слова в структуре, мы также говорим о более вероятностном подходе. Это относится к тем словам, которые очень часто встречаются в компании других слов, и в тех или иных контекстах. И необходимо учитывать привычное окружение слова, то есть круг вероятностных фразеологических словосочетаний. И этот феномен как раз и называется саквокация или словосочетание. Это означает, что слова часто находятся близко друг от друга или возникают вместе, они соседствуют в речи. Термин фразеологии изучает крупные структуры с этой точки зрения, которые объясняются тем, что слова дружат друг с другом, если можно так выразиться. И мы можем говорить в какой-то степени о грамматических правилах. И это связано с привычным построением многословных сочетаний, словосочетаний, слов, которые встречаются вместе. И вот эти крупные последовательные слов, которыми мы оперируем в повседневной речи, и эти комбинации, которые существуют уже как бы в готовом виде, мы воспользуемся для того, чтобы выражать наши отношения. Сюда относятся гематические выражения, например, или полуустоявшиеся выражения и таким образом мы создаем эти индивидуальные фразы. И это на основе того, что мы понимаем, что одни и те же ситуации могут снова и снова возникать в жизни и таким образом в языковом выражении они имеют одинаковое оборудование. Конечно, мы говорим о креативном подходе и о заготовках. Почему мы используем эти заготовки? Потому что мы пользуемся их наличием и не хотим тратить время на обдумывание нашего высказывания и пользуемся тем, что уже готово и имеется в наличии. Таким образом, использование этих готовых выражений дает нам возможность увеличить беглость речи, сэкономив на обдумывании высказывания, как если бы это было необходимо, если мы бы создавали свое высказывание из отдельных слов. И в отношении этого вопроса есть работы многих исследователей Конкин, Шмидт, Некрасова и так далее. И далее мы можем говорить о том, что этот подход был разработан Синклером. Он создал проект Кобилд и здесь очень важна его мысль о принципе идиома. Он использовал термин идиома, который означает, как это всем известно, что выражение имеет значение, которое не может быть выведено из значения отдельных или частей. и когда мы говорим, что существует свободный выбор, с другой стороны мы учитываем, что мы опираемся на фиксированные или полуфиксированные устойчивые или полустойчивые словосочетания, и отсюда варьируется наш лексический контент, который должен соотноситься с соответствующим окружением. И таким образом наше знание этих готовых или полуготовых фраз ведут нас к возможности отдельного выбора и выбора с вариативным лексическим наполнением употреблением и имеет место дискурс есть ли разница между употреблением отдельного слова или словосочетания. Например, make an arrangement, suggest, make a suggestion. И считается, что это объясняется единичным выбором говорящего употребить одно слово или словосочетания. И в 1991 году Сенкреа пришел к выводу, хотя грамматика и словари говорят, что грамматика и лексика может быть четко разделена, но те, кто занимается языком профессионально, понимают, что главное здесь значимая организация и высказывания, а это четкое разделение на грамматику и словарь бывает искусственным. И можно говорить также о том, что нет необходимости для какой-то остаточной грамматики или лексики. в данном случае мы можем говорить о моделировании на основе словосочетаний и фразеологических единиц. И особенно интересно обратиться к понятию, введенному Халидеем, так называемой лексико-грамматика. Как и Сенклер, его очень интересовала работа фирта. И конкретно в том смысле, что ни один из аспектов лексики или грамматики не может быть определен без отнесения к характерному контексту или узусу или к ко-тексту. И это лексико-грамматический подход включает в себя центральное положение фирта о том, что языковые значения взаимозависимы и определяются другими знаками, вместе с которыми они, как правило, употребляются. И таким образом можно говорить не только о простом совмещении и соприкосновении слов, но о взаимо ожидании слов, словосочетании. Эти слова взаимоожидаемы и взаимопонимаемы. Но существуют некоторые пределы грамматической перспективы, грамматического подхода, Потому что по мнению Хоу, если слово осваивается через встречу с этим словом в речи, он, это слово неизбежно связывается с соответствующим контекстом или ко-текстом и далее встречается в других словах и в определенного рода контекстах. И это объясняется с одной стороны всего лишь как результат распространенности устойчивых словосочетаний, но пределы грамматического подхода связаны также с тем, что существует своего рода личная грамматика. Каждый из нас производит своего рода грамматику. Это грамматика с пробелами, бессистемная, очень часто неполная, но подход, базирующийся на узусе к освоению языка, очень перекликается с данным подходом. И здесь можно говорить и о статистической составляющей, потому что учащиеся гораздо легче осваивают те модели и словосочетания, которые статистически более распространены, нежели чем те, которые встречаются реже. и таким образом изучение языка связано с переносом функции форма, с переносом подхода форма-функция и с его выстраиванием. Можно также говорить о некоторых структурных правилах или взаимодействиях, которые возникают на основе дистрибутивных характеристик языкового наполнения. Я хотела бы говорить более конкретно с точки зрения фразеологии об одном явлении, которое всегда относится к грамматическому явлению. В 2019 году было проведено исследование польским ученым Лежневской о английских артиклях и эффективность подхода, который считает, что артикль это грамматическая категория и представляется достаточно спорной, и артикль остается одной из проблемных областей усвоения иностранного языка. Даже на продвинутом этапе обучения Лежневская говорит, что фактически все исследования по артиклям рассматривают этот вопрос с грамматической точки зрения, но представляется, что сегодня исследователи не обращались к использованию артиклей во втором языке, иностранном языке, с точки зрения перспективы формульности языка. она провела два эксперимента по вопросу выявления формульных факторов в словосочетаниях и фразеологии, и она показала, что участники этих экспериментов более успешно справлялись с употреблением артиклей, когда артикли появлялись в словосочетаниях, которые встречаются часто. Это можно понимать как признак действия принципа идиомы, который гласит, если существует так называемое устойчивое сочетание, которое встречается в определенном контексте, то оно усваивается легче, нежели то, которое встречается не столь часто. И необходимо добавить, что эти учащиеся, которые участвовали в эксперименте, с одной стороны не могли опираться на ситуацию в собственном языке, и с другой стороны не имели помех, потому что в польском, как и других славянских языках отсутствует категория циклы как таковая. И таким образом, можно сказать, ее работы показывают, что частотность словосочетаний играет ведущую роль, главную роль в том, какие модели выбираются в продуцировании первого и второго языка. И это вариативное поведение артиклей в английском языке настолько трудно для освоения, что полностью им владеют лишь те пользователи английского языка, которые имеют огромный опыт. И это подчеркивает, что такое грамматика и как она осваивается или не усваивается. ошибки, неправильные ситуации использования артиклей в английском для своего исправления требуют не изучения правил, а просто расширения возможностей использования менее частотных словосочетаний и контекстов. и в целом это относится к освоению лексики и грамматики языка. Грамматика и фразеология была предметом исследования Картера, который говорил о различной степени фиксированности или гибкости в языковых моделях и структурах. Очевидно, что когда мы занимаемся категоризацией грамматики, то мы говорим, что это набор фразеологических моделей, высоко зафиксированных и и иногда с другой стороны эта фиксированность, эта жесткость демонстрирует проблески вариабильности, вариативности. И эти исключения еще раз напоминают нам о важности Юзуса. Большое спасибо за ваше внимание. Есть некоторые ссылки, которыми можно воспользоваться. Спасибо, Дэвид. Спасибо за интересный доклад, коллегам. Напоминаю о том, что вы можете задать свои вопросы, повторюсь, пользуясь форумой, которая расположена снизу под нашей трансляцией. Если позволите вопрос, Дэвид, вы говорите, наверное, можно сказать, что конвенциональность и творческий какой-то подход к креативитии. Слышно? Перевод, переводчики, переключите, пожалуйста. Раз, два, три. Меня слышно сейчас? Дэвид, как-то просигнализируйте, пожалуйста. Вы меня слышите? Да, я вас слышу. Да, я вас слышу. Я вам готов ответить. Все, хорошо, спасибо большое. Значит, наверное, двумя движущими силами эффективного общения, эффективной коммуникации является конвенциональность и определенный такой творческий посыл, скажем так, креативитии. Вы достаточно подробно останавливаетесь на конвенциональности. Вы говорите вот таких more or less prefabricated chunks. А что, с вашей точки зрения, служит толчком к инновационному выражению значения, к словотворчеству, к творчеству в коммуникации? Продолжение следует... очевидно, произошла ошибка, переводчики не переключили канал, я сейчас переведу еще раз. отход от этих условностей. Я не думаю, что есть здесь какое-то противоречие между УЗУСом и моделями. Есть модели, которые основываются на употреблении, я не вижу здесь никакого противоречия. я не считаю, что все, что мы используем, основывается на традиционности, на конвенциональности и на моделях традиционных. основывается на опыте. Но, конечно, творчество очень важно для нашего использования языка. Это очень таинственный феномен. Нам еще нужно изучать это явление. Спасибо, Дэвид. Вопросов пока больше нет. Мы поблагодарим наших участников пленарного заседания. Напомню всем, что и Ольга Викторовна, и Энди, и Дэвид также еще участвуют в программе нашей конференции. Они будут проводить семинары и мастер-классы. Думаю, вы в программе видели. Можете всегда к ним подключиться, если вы зарегистрировались на эти семинары, конечно же. Завершая пленарное заседание, мне хотелось бы сказать несколько слов о дальнейшей программе нашей конференции, с тем, чтобы мы с вами немножечко сориентировались. Мы заканчиваем раньше, чуть-чуть идем на опережение. Вы видите график. Следующим пунктом в нашей программе является работа с сессией стендовых докладов. Ссылки на стендовые доклады размещены на сайте. Вы можете перейти по этой ссылке и выбрав заинтересовавший ваш доклад, с ним ознакомиться. Не забывайте, пожалуйста, что файлы очень объемные, их можно увеличивать тем, чтобы было лучше видно содержание. Напоминаю, что в том файле, который вы получили со ссылками, есть и ссылка на сессию стендовых докладов. Что это означает? Мы приглашаем всех стендовых докладчиков присоединиться к этой зум-конференции в указанное в программе время, а это с 12.45 до 13.30. И если кого-то из участников конференции заинтересует ваше сообщение, с вами выйдут на связь в той зум-конференции, которая предусмотрена, и вы смогли бы ответить на те вопросы, которые ваше сообщение, ваш стендовый доклад вызвал. После нашего, после сессии стендовых докладов у нас идет перерыв на обед, не работает кликер почему-то по какой-то причине, но очевидно сейчас заработает. Действительно заработал. После обеда у нас начинается работа в параллельных секциях. Программа у вас есть, надеюсь, перед глазами, она существует на сайте. Напоминаю, что сегодня не все секции работают, те секции, которые не работают, также отмечены в программе. Также напоминаю, что целый ряд секций сопровождается синхронным переводом. Пожалуйста, не забудьте ознакомиться с инструкциями, которые размещены на сайте, и не забывайте переключаться между языками, если в этом возникает необходимость. После секционных заседаний время мастер-классов круглых столов и семинаров указано время в программе, мы закладываем около часа, а дальше уже на усмотрение ведущего того семинара, на который вы записались. с 6.30 до 7.30 время нашей электронной книжной ярмарки. На самом деле с пособиями и учебниками, а также научными монографиями, которые будут представлены на этой книжной ярмарке, вы можете знакомиться уже сейчас. Опять-таки, ссылка размещена на главной странице нашего сайта. Перейдя по этой ссылке, вы увидите список пособий, монографий, которые захотели наши участники представить. Ознакомившись с презентациями сейчас, вы, начиная с 6.30 и до 7.00, можете перейти по ссылке, которая, опять-таки, направлена в соответствующем файле в Zoom, и пообщаться с авторами тех пособий, которые вас заинтересовали. Последним пунктом, как вы видите, networking, но с вопросительным знаком. Понимая, насколько вы можете устать под конец рабочего дня и постоянного пребывания в онлайн-режиме, мы поставили вопросительный знак. Если у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать напрямую организаторам, или вы хотели бы обсудить какие-то темы с коллегами, используя Google-форуму для вопросов и комментариев на пленарном заседании, напишите нам об этом. Если вдруг мы увидим, что потребность в такого рода общении по окончании всех научных мероприятий существует, мы выставим соответствующую ссылку в файле со всеми ссылками, и проведем вот эти вот самые мероприятия по нетворкингу. Насколько, помимо, никаких комментариев или вопросов сейчас у нас не возникло, не возникло. В таком случае позвольте мне объявить наше первое пленарное заседание закрытым. У нас есть с вами время для того, чтобы познакомиться со стендами, книжными ярмарками. И возвращайтесь в два часа для того, чтобы возобновить наши дискуссии, но уже в рамках секционных заседаний. Спасибо. 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 .